Анна – выпускница факультета романа германской филологии. В прошлом аспирантка, сейчас преподаватель. Однажды девушка поняла, что способна создать свой бизнес и открыла школу «Альбион плюс», в которой готовят ГИА и ЕГЭ, учат детей и взрослых языкам. Многие руководители, утопая в канцелярии, перестают преподавать. Но только не Анна. Свою работу она обожает. Старается найти к каждому подход. Для Анны нет понятия ученик. Есть только студент, сколько бы лет ему ни было и какая бы подготовка у него ни была. Важно, считает Анна, показать свое уважение к учащимся, настроить их на деловое общение. И тогда процесс пойдет. Но я не авторитарный преподаватель, потому что я считаю, что самое главное – это чтобы и у ребенка, и у взрослого было желание самосовершенствоваться, саморазвиваться, и чтобы было интересно. А если человеку интересно, если он увлечен, допустим, изучением английского языка, то работать намного легче, а заставлять, особенно взрослых, это неэффективно. Никакого крика или принуждения. Язык с любовью, рассказывает Анна, награда, а не наказание. На занятиях мы имитируем, опять-таки, элемент игры и элемент живого общения, допустим. Как бы они вели себя в магазине, в ресторане. У нас даже бывают выездные занятия, когда мы разговариваем только по-английски. У директора Анны Васильевны 14 педагогов в подчинении. Ими она очень гордится. Сюда нельзя попасть с улицы. Штат отбирают очень тщательно. Важны рекомендации и опыт. Ведь от уровня педагога зависит знание студентов. Анна научилась управляться со своей небольшой школой и считает, что она – очередное доказательство тому, что у руля бизнеса необязательно должен быть мужчина. Есть женщины, которые могут вести бизнес не менее успешно, а может быть даже более успешно, чем мужчины. И очень часто тот, кто управляет школой – это мужчина. Но в нашем случае это женщина. Педагог Анна Строгий, начальник еще строже. Четко разделяет работу и дружбу. Школа, как корабль, без капитана никуда не поплывет. Здесь железная дисциплина и все нацелены на достижение результата. Могу быть разной. Я могу быть жесткой. Я научилась быть жесткой. Я могу быть мягкой. Я стараюсь быть менее эмоциональной, потому что все-таки это работа, а эмоции – это эмоции. А еще Анна любит сов. Даже сделала одну из них символом своей школы. Сова – это мудрость, зрелость и познание. В кабинете Анны живут десятки большеглазых птиц. Совы могут видеть все происходящее вокруг себя, не поворачивая головы. Такой же способностью может похвастаться и бизнес-леди Анна Горощук.